А здесь всегда памятник стоял. В 67-м родился, насколько понял, здесь стоял. Здесь был замечательный фонтан перед Домом культуры. Целая стена ёлочек шикарных, лавочки стояли. Прекрасная была зона отдыха. Эта милая женщина абсолютно права. По проекту архитектора Ефимовича и инженера-конструктора Русского в трёх километрах от московского коксогазового завода в 49-м году началось возведение рабочего посёлка Видное. С первой улицы Заводской вид открывался на центральную площадь, на которой были построены здания с античными колоннами. Центр ансамбля украшал фонтан. Люди приходили, отдыхали, детишки играли, бросали в этот фонтан монетки. Эти монетки воровали оттуда же, прямо из воды. И ходили к той шуре покупать мороженое по 7 копеек. Виктор Маркин родился и вырос в Видном. Он один из многих, тот по стопам своих родителей, первых рабочих коксогазового завода, трудился на нём, участвовал в общественной жизни как предприятия, так и города. Было принято решение перенести туда памятник Ленину. Фонтан убрали. Решение установить памятник в центре Советской площади было принято в связи со столетию со дня рождения Ленина. Это 1970-й год. И Видновский горсовет принимает решение перенести памятник Ленину вот сюда, в центр города, и установить его на площади. Памятник был доставлен с Каширского шоссе, с того места, где сейчас возвышается шагающий Ленин. Поручили коксогазовому заводу поставить, то есть убрать вот этот самый фонтан, а поставить Владимира Ильича Ленина. Он был в горках Ленинских, в кустах, был травмирован, изуродован. Был такой хороший штукатурмаляр, почтарь Вася. Ну, приехали туда, в Больчанске спрашивают, ну, как, Вася, ты отремонтируешь его? Отремонтируем. Чашу фонтана перевезли на завод, где рабочие бережно установили её на территории одного из цехов. Стоит он сейчас на коксогазовом заводе у ремонтно-механического цеха. Руководил этим делом, насколько я знаю, Александр Филиппович Бабурин, царство ему небесное, который он работал тогда начальником цеха, и он занимался переносом этого фонтана. А главная площадь Видного с памятником Ленину стала центром общественной жизни Ленинского района. На этой площади проходили все торжественные мероприятия. Город получил свою главную площадь. Вот эта вот площадь, ну, в Москве красная, а у нас советская с Лениным. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин